Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проект пришла бывшая девушка Алексея Купина Карина. Около трех лет назад они встречались на протяжении трех месяцев. После этого остались друзьями. Майя Донцова пишет «Карину я за соперницу не считаю, но переживаю, что их чувства могут вспыхнуть вновь». В недавнем эфире показали, как Иосиф Аганесян после расставания с Сашей Черно решил сходить на свидание с другой девушкой. Саша взбесилась, она набросилась с кулаками на Иосифа, попала ему прямо в нос и Иосиф не остался в долгу, завязалась потасовка. Виталий Малышев сообщил, что они с Алисой Литинской снова вместе и теперь уже никогда не расстанутся. В сети появились слухи о том, что Кристина Лапсина, которая прилетела на остров любви к Филу Кострубову, была выгнана с проекта за воровство. В сети вовсю потешаются над внешностью новенькой участницы Насте Датюковой. Настя же уверяет всех, что красота ее естественная. Мне от родителей досталось все самое лучшее – внешность и фигура, пишет она. Я решилась только на коррекцию губ и более ничего со своей внешностью не делала. Никита Кузнецов и Дарина Маркина, которые выиграли в конкурсе «Любовь года к квартиру», уже вовсю планируют ее ремонт. Никита обсуждает с подписчиками, какой лучший стиль ему выбрать. И то, что Ольга Ветер до сих пор не получила свою квартиру, которую выиграла два года назад, ребят не смущает. В сети смеются над моделями одежды, которую рекламирует и продает Захар Саленко. Захар же уверяет, что это пальто ультрамодное, оно не узкое, ему очень нравится. И укороченные брюки – это стильно. Дарья и Сергей Пынзери снялись в откровенной фотосессии. Но многие ее подписчики считают, что матери двух сыновей нельзя фотографироваться обнаженной. Семейство Блюменкранц все-таки вернется на Дом-2 в ближайшее время. Тата сообщила, что это случится в конце сентября или в начале октября. Девушка очень соскучилась по проекту и участникам. Они с Валерой намерены показать красивые отношения и пример счастливой семьи. Евгения Шамаева, жена Степана Менщикова, прокомментировала развод. Они давно живут как чужие люди, Степан практически не присутствует в семье. Они уже обсудили алименты, Менщиков пообещал платить по 50 тысяч в месяц. Фанаты обсуждают снимки Элины Камерэм, сделанные в новом автомобиле. Его стоимость оказалась около 16 миллионов. Поговаривают о том, что она арендует автомобиль для фотосессий. То есть создает образ дорогой девушки, как и советуют фанаткам в своих видеоуроках. Ирина Агибалова обвинила Ольгу Бузову в звездной болезни. Коли Бузовой теперь не подступится, говорит Агибалова. Она звезда-звезда. Раньше переписывались, она отвечала, а сейчас уже нет. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин